Линейка MQ Health пополнилась новым БАДом. Это приколина цинка. Цинк – это важнейший микроэлемент, который необходим для работы нашего организма. Дефицит цинка выявлен, по данным ВОЗ, практически у 2 миллиардов людей на Земле. Чем же важен этот микроэлемент? Давайте с вами разберемся. Начнем с того, что цинк в организм поступает с пищей. Запасов функциональных в организме нет. Цинк участвует в формировании и регуляции более 300 ферментов организма, которые отвечают от роста деления клеток до гормональной регуляции. Цинк отвечает за наше пищеварение. Он является структурным элементом инсулина, гормона поджелудочной железы. Участвует в синтезе белка. Цинк участвует в регуляции углеводного и жирового обмена. Цинк регулирует половую сферу, отвечает вплоть до полового бессилия и бесплодия, как мужского, так и женского. Цинк очень важен в росте и развитии мальчиков. Предотвращает процессы старения, предотвращает нарушение зрения, в том числе появление сумеречного зрения, потому что влияет на усвоение витамина А. Необходим для работы нашей нервной системы. Давайте разберемся, откуда же берутся дефициты цинка. В первую очередь, с учетом того, что этот микроэлемент к нам попадает с едой, мы говорим о неправильном питании. Это несбалансированный рацион, дефицит белка, заболевание пищеварительного тракта, пониженная кислотность желудка, проблемы с желчоотделением, дисбактериозы, ферментопатии. Далее, дефицит цинка появляется, когда организм подвержен вирусной нагрузке. Когда мы болеем, цинк расходуется на нашу иммунную систему. Соответственно, если не восполнять дефициты в нужном объеме, то у нас будут рушиться другие, нарушаться другие функции, за которые отвечает цинк. Далее, дефицит цинка возникает при онкологических заболеваниях, при химиотерапии, при обширных ожогах, стрессовой ситуации, хронический затяжной стресс, нарушение функции почек и нарушение поступления в организм кальция и меди. Когда кальция и меди много, соответственно, цинк плохо усваивается. Эти вещества антагонисты и влияют друг на друга. Еще дефицит цинка замечен при метаболическом синдроме. Как мы уже с вами говорили, цинк участвует в формировании инсулина. И, соответственно, когда появляется метаболический синдром, расход цинка, если не покрывать дефициты, он будет только нарастать. Дефицит цинка можно заподозрить при следующих состояниях. Посмотрите на свои ногти. Если вы увидите белесые пятна на ногтях, это признак дефицита цинка. Также может свидетельствовать о дефиците цинка, то, что ногти начали расслаиваться. Выпадение волос, перхоть, сиборея, длительное заживание ран, различные дерматиты, аллергические реакции. Если вы часто и долго болеете простудными вирусными заболеваниями, это тоже может свидетельствовать о дефиците цинка. Далее, снижение остроты зрения, особенно ночного зрения, сумеречного зрения. Со стороны нервной системы мы можем с вами заметить раздражительность, может быть, гиперактивность, но при этом очень быстрая утомляемость. Может быть, апатия, потеря памяти, вплоть до депрессивных состояний. Кроме того, дефицит цинка характеризуется таким симптомом, как потеря обоняния и вкуса. Я так думаю, с этими симптомами мы столкнулись очень многие, потому что прошла волна коронавирусной инфекции, когда мы теряли обоняние и вкус. Такое понятие, как анасмия. И это тоже свидетельствует о дефиците цинка. Цинк не синтезируется организмом, поэтому поступать он должен из пищи. Из животной пищи цинк усваивается лучше, нежели из растительной. Обратите внимание, на таблице представлен список продуктов, которые содержат цинк. И фавориты в этом списке это устрицы, это морепродукты. По поводу продуктов растительного происхождения во всех зерновых содержится фитиновая кислота. Она препятствует усвоению цинка, поэтому есть рекомендация крупы, бобовые перед употреблением замачивать. Для того, чтобы цинк лучше усваивался, можно сочетать его прием с приемом таких витаминов, как А, Е, витамин С, витамин В2 и В6. Но прием витамина В9 одновременно с цинком, а также прием меди, железа и кальция не рекомендован, потому что они мешают усвоению друг друга. Также не стоит запивать цинк чаем или кофе. Цинк бывает в различных соединениях, и данный БАД выпускается в форме пиколината. Это органическое соединение цинка, которое максимально усваивается с нашим организмом и не дает побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Дозировка здесь 25 мг чистого цинка на одну порцию, на одну капсулу. Рекомендуемый прием одна капсула в день в первой половине дня с едой. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью только по рекомендации своего лечащего врача, и деткам через педиатра, потому что дозировки должен назначать врач. Будьте здоровы!